Всё, хватит. Всё, начали. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ну как же не было. Было. А из чего оно складывалось? Ну там частные разговоры, где-то по радио переговорили, может быть, бабушки, дедушки. Ну как у нас? Вчера было четверо. Отец и три брата на войне, и погибли. А как вы узнали о начале войны? Как было же давно, сообщили, сообщили, что война. А как сейчас помню, у нас был председатель колхоза, фамилия Шишелов. Он среди села собрал людей и сообщил, что началась война. А что вы думали тогда о причинах войны? А теперь я помню сейчас, что я думал. Ну да, в принципе. Расскажите, как вы были призваны в действующую армию? Служить-то как? Да. Ну вот на войну вас, да, как? Ну я на войне-то не был, я служить. Он в тылу был, он работал. С 11 лет работал. Ага. Ну во время войны часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось вот это преодолевать? Тяжелость она была всего и любую. А как преодолевать? Не поесть как следует, не было ничего. Так вот в кафе и брожили. А вот в город, ну вот в тылу, да, приезжали же, наверное, солдаты, возможно, раненые в деревне. А все равно, ну может быть, солдаты проезжали, то есть как-то проходили мимо, нет? Да нет, такого и не было. Ну приходили, вот раненые приходили. А что говорили о положении вот на фронте? Да, я помню, что так говорили. Так, сейчас. А отдых, как вот вы отдыхали во время войны, то есть Новый год вот как справляли? В то время ведь работали все. Вот я помню, в 12 лет я чуть не за старшего в деревне был. Работали день и ночь. Мы на лошадях работали, нам лошадей давали, прикрепляли. И пахали, и сеяли, все делали вот в таком возрасте. Как сейчас помню, был с нами один старичок, дядя ее звали, та деревня дядя называл ее. Вот он с нами. А известия с фронта приходили? Приходили, ну как же, похоронки приходили. А вот письма солдата там? Приходили, у меня на фронте с вами отец, три брата, два брата на фронте погибли. А встретиться, он как-то был взят в 43-м году, попал в Кремле, служил. А где и как вы встретили День Победы? Я помню, а вообще-то помню. Пахал, ну не один я пахал, нас там целая бригада пахала. Председатель колхоза был фронтовик без одной ноги. Верхом подъехал, вот этот случай помню. И верхом к нам в поле приехал и говорит, мужики, кончай работу, война окончилась. И мы все сразу распрягли, и по бутылке нам, и пацанам все равно по бутылке дали, на каждого. И вот мы встречали День Победы. А после войны снималось очень много фильмов о войне. Как вы думаете, какой наиболее точно отражает атмосферу тех дней? А я и не помню, что там за фильмы. Ну там в бой идут одни старики, например. Ну и после инсульта она уже много и память потеряла, поэтому еще бы вспомнить, а он уже... А после Великой Отечественной войны нам еще пришлось воевать с Японией. Ну у нас вот как-то не дошло до нас. Там... Вот у меня брат служил с 20-го года на Дальнем Востоке. Вот и вот там, вот тут он как-то попал на Японскую войну. Служил. А нас не коснулось. А он вам потом рассказывал что-нибудь о войне с Японией? Ну, рассказывал, как вроде бы... Давно было, что и забыл, что он рассказывал. А вот сейчас уже там, прожив долгую жизнь, как вы думаете, почему началась война? И можно ли было ее избежать? Этого не сказали. А, и что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Ну, конечно. Всего хорошего. Не было войны, самостоятельно войны. Да, войны не было. Мира. Мира. Все, спасибо большое.